пацаны вернитесь я тут елки-палки куда он поехал он же застрянет меня не просто увидели дальше дорогу пацаны куда вы вот тут хорошая дорога не если с разгона то можно проскочить ну да там не выйдешь сейчас прямо поедем мы до кушаем идемте сосисочку съедите и поедем мы вас будем ждать кто-то изобрел руслан кто изобрел ты как зовут класс пицца от ланоса ого на чего это резина с квадрика еще хорошо и блокировку заваривали сороковка а пробег большой у состояния салона идеальная вообще просто это просто тупо идеальная новая почти машину видите ведь она на гарантии иди сюда сейчас видя приезд алькантара алькантар на потолке не да нормальный аппарат тапки серьезные 1 ай шноркель есть повринеть открывает папа в оригинале все шнурки аккумулятор а это амортизатор поставим блин знакомая машина что текут слезы текут да текут и цвет твой да как ты мог вообще как это вообще шок просто да так посмотри генератор по взрослому тут все а вот это конструктор вот эта защита зачем это же этот как его чего похоже генератор какой нашел такой поставил мне ну шины по-взрослому что хватает здоровья крутить да сейчас поедем пошли сосисочку съедите же вам легче было як подыхая да масло давай дольем перед вы все были дядя сейчас у тебя откроется новый мир да да и второе дым нам смотри у нас просто три посадочных места и у тебя четыре как раз все поместятся меня мы крас прицепим спереди он поедет на кузов как бы долго это они поедет нормально сейчас ты должен показать что это настоящий внедорожник да да это мы размножаются а а вот да да это мой у меня полная у него белый был на заднем видел на видео не видел не не заваренный тоже нормально а он на ниве пострики колеса резины подавали один менее они не у него забирают ну что по машинам паша давай паш это не очкует мне не понравится поедешь назад да не ну хотя бы давать тремя машинами смотри японец против двух ссср до против двое двух с украины так монстр начинает свое движение сейчас я поправлю тюнинг подожди все красавчик поехали вот она настоящая оффроуды начинается так тут проход смотрите вот тут когда-то я сломал сломался шрус на мега уазе я сюда залетел просто привод выключился одна сторона и меня кинул куда-то в эти кусты краз едет за кразом запорожец 968 м до лёха так опасно сидит я вам скажу ну на лаптёжники другая жизнь конечно так ждем звезду он тут сейчас подровняет выходы нет не особо выровнял блин шуми решают конечно вы посмотрите это просто фантастика паша паша ё-моё паша паша смотри смеются птицы даже елки-палки правда не едет запорожец едет красавчик вообще вот смотри вишь мелко там где он едет смотреть я покажу дорогу сейчас смотри миша тут траекторию надо траекторию надо четко тут держать выну пацанов хороший опыт представляете была бы блокировка на нем охренеть вообще вы понимаете потенциал этой машины просто просто что-то нереальное вообще показывают тут по пешком как-то пробраться на ту сторону она тут по травке подожди вот тут может будет легче запорожец проезжает людям сложно пройти вот вам и аппарат шины решают реально это я уже у нас было видео с таким названием недавно видео есть шины решают так так и есть все подтвердилось что поехали все грузимся в купе блин а я тут как на родине елки-палки замочек жигулевский все в оригинале так нормально валит говоришь мотор плохой чё себе не ну понятно а прикинь блокировку просто даже сейчас заварить просто это недорого а что ты варишь машины видел горбатый не видел есть на канале посмотришь горбатый гонял на той неделе парада не знаю может догонит еще ну вряд ли наверно там немного тонул начале теперь что-то ему кажется что он опять утонет но я говорю тут не так глубоко а 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 скрис пассажиры а а а а ты правда вы боялись он не выдержал такого позора приехал родной витя убер начинает свой маршрут жесткий витя подожди я выйду витя я выйду посмотрите что тут творится это жесть вообще тут человек тут два там три пошел витя по правильной траектории пошел чтобы не застрять вот такая за нами колея остается тут витя пошел в самую жесть нет нет объезжает жесть просто что-то сгорела какая-то лодка наверное сейчас я пацанам расскажу как ехать они им страшно я вижу по глазам по глазам пацаны паша тут можно проехать руслан расскажи им как проехать сейчас я покажу им дорогу не очкуйте не не тут есть траектория витя просто по жести поехал ты им колею конечно зря такую топтанул смотри надо сначала на этот остров заехать ребята смотрят траекторию ну будет пробовать сейчас паша сдался на прадо ну блин глубоковато ну тут поджирик сидел вообще справедливости ради подожди подожди сейчас подтянем подожди сейчас подтянем так витя спешит на помощь не хочет брать его с собой я бы взял да лаптежничек да сейчас тут витя по самому жестику пошел игорь так ребята просто достали просто реки текут оживили тут течение еще порвалась что тут сгорело какой-то диван наверное какой-то был консилиум что делать дальше не знаю что решили отсюда не слышно мне полюброду едет один краз слепой на подстраховке у нас понятно в этом и он Уровень поднимается, вода начинает двигаться. Я там не смогу. Так, вот такой пейзажик. И тут такое место совсем непростое, я вам скажу. Сейчас будет понятно, что он может. Должен проехать, по идее. Подожди, стой, стой. Еще один пассажир на трое седу. Давай. Тут место хорошее на самом деле. Я просто вот тут мог не пройти. Смотрите. Хватает всего клиренса. И крутящего. Там тоже будет пройти непросто. Ёшкин кот. Вперед тяжелый, продавливает. Просто колею бешеную. Витя, Витя. Самая жесть слева. Слева пойди. Влево иди. Влево тут лайт. Справа лайт. Не, не, выворачивай руль и едь. Газу дай. Влево, влево, Витя, влево. Еще влево, еще влево. Еще влево, еще влево. Стоп, стоп. О, кажется, все. Слышишь? Слепому надо звонить. Пробуй назад. Засадили. Было влево еще, надо было сюда дальше. Я же тебе говорил. Назад, Витя, пробивай. Стой, стой. Попробуй вправо руль, чтобы на бугор зацепился. Отлично идет. Теперь влево, назад. Да, что-то я отправил на правильный маршрут. Но зато мы недалеко. Протектор подзамылился. Нет, только вправо, руль и вперед. Да, вот так. Рывками идет по чуть-чуть. Да, что-то-то вся сторона эта крутится. Нету лебедки, да? Нету лебедки. Давай, надо что-то искать. А, вон человек с лопатой идет. За броды есть, хорошо. Нет, так давайте реально откопаем вот эту. Абонент недоступный. Да, жаль. Так, что-то задумали. А кто нас тянуть будет? Вот так вот, груз был, грузил. И что у нас еще есть? А, колесо, чтобы наматывали, да? Все логично. Чтобы колеса наматывали, да? Да. Так, на барабан на этот, Игорь. Нет, там он спицы есть. Чтобы барабан мотал. Или нет? А, так за центр сейчас зацепим. Подождите. Стой, за центр зацепите, все. Одевай на центр. Все. Лебедку сделали. Блин, ну это же стропа моя любимая. Она со мной 11 лет в офроуде, елки. Витя, мы точно ее не порвем? Порвем. Так, дерево далеко. Ладно себе, да. Витя, давай другу дышу. 11 лет в офроуде. На барабан ходит. Кстати, колпачок вот этот. Уродит крепкий, да? Думаю, да, тут все крепкое. Так. Ну, в ящике ломик есть. Так, ну схема. Известная. Может получится. А-да чуть-чуть его сдвинуть, он дальше поедет. Хороший ломик. На охоту можно сходить. Мы тут не погибнем с ним. А оно будет намотываться, а не будет стягивать. Ага. А я думаю, нет. Сейчас, увидим, блин, барабану. Потихонечку. Потихонечку только. На барабан надо, чтобы попало. Попало. Стой, 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 стой. Вперед, вперед. Стой, стой, стой. Вперед еще. Стой, стой, стой. Блядь, а ну, сука, стой, давай я оцеплю. Подожди, тут замотало не туда. Стой, там Игоря руки, ничего не делай. Стой, давай она чуть-чуть. Вот, смотри, я ослаб. Старай, чуть-чуть провожай. Вперед, чуть-чуть крутани. Есть. Есть, все, стоп. Теперь назад максимально медленно. Подожди, подожди, скажем, когда. Я-то не хватает. Слышишь, Игорь? Надо завести сразу, чтобы... Не, надо, чтобы вот так было. А, зато дерево. Да не, вот туда будем салятоваться. Не-не-не, если за дальней. Это я к расчетку. Набираю слепому. О, пошел вызов. Алло, ну что, застряли? Да. Игорь, как? Да как, на мосту повис, на переднем. Я его направил немного не в ту сторону, короче. Да, ну молодцы, поздравляю. Выезжай. Так, а что, гонорар собрали? А? За выезд. За выезд гонорар собрали? Нет еще. Нет, ну собирайте, как соберете, наберете. Ну, серьезно, что у вас-то? На мосту повисли, на переднем. А вы что, одна машина-то? Да. Да. Вот туда. Ну, было две, стартануло две, но одна застряла раньше, мы ее бросили и поехали на одной. Понятно. А где точка? Да, ну вот тут, где Г-образный. Ну, короче. От лагеря, от лагеря 200 метров, где ты с детьми. А, где ты бежал, как олень лесной. Вот мы в этом месте застряли. Ты помнишь, где ты, как олень, бежал? Нет. Посмотри в тиктоке в моем. Я в Арпене. Мне надо сейчас вернуть в Шиши и выезжать в банк. А есть там все, давай. Давай, я выезжу, я серьезно говорю, я вернусь и я наберу воды. Давай. Хорошо. Давай. Так, друзья, тут еще принесли удлинитель. Я думаю, что-то может получиться. Уже сейчас угол более правильный. Все, Витя, пробуем. Только стропу не порвай, на со мной 11 лет в оффроуде. Придержи. А, держишь. Может, ближе, чтобы на барабан там намотать. Оно как раз нормально. Не, чтобы. Так, ну. Не включил задний привод. Пропал задний привод. Может, в воздух ушел. Ну, что-то быстро очень. Так, Игорь пошел смотреть. Кардан крутится? Пропаю я. Что-то недовключает. Пропаю нет. Пропал задний привод. Где-то включение, да? Нет, только что работал. Вот пониженная повышенная. Вот, она включается. А та, которая включает привод, типа нету. Хотя, вот я его клацаю, понял, амперметр дергается. Ну, она тут включает его, исполнитель не срабатывает. Слушай, попробуй на повышенный. Да, я все могу. Да, не, я не в том плане. Ну, я думаю, что он что-то изменит. Глянь, так тут нормальный инструмент. Можно, что мы прокапитали. Блин, поворот не тут. А ты почему хочешь бить? Поворот не тут, да. Да нет, ну так что-то вообще нет. В общем, срабатывает. Накидной может есть. Нет, там наборы чистые с СССР. Надо чем-то по повалычке. Нашел? Труба есть, может. Да, тут труба может быть. Сейчас, доступ к раздатке. Шесть рук крутит. Сейчас я вам фото семейное сделаю. Э, присядь. Федя, присядь. Ты встал? Не влазишь. Красиво. Я себе как полный привод отказал в момент, да? Это же та жесть какая-то. И слепой варпиняш. И Прада уехал. Ну, нам бы чуть-чуть назад подтянуть. Тут он не так сидит прямо, что он там сидит. Я почему и радовался, что были лебедки, машины с лебедками. Но все включили заднюю. Оставили человека. Точнее, шесть. Сколько нас человек? Восемь. Восемь человек. СТО Вером. Чиним где вам угодно. Звоните. 099-320-1484. Приедем, починим, вытянем. Затянем. Или вытянем, это не точно надо сказать. Вытянем. Или наоборот утопим. О, досточка или что это? Слышь, тут какие-то дрова интересные такие. Мы попали. Идя, ну, включи выживание и пощелкай. Ну, вон, у тебя кабеля там. О, о! Это что ты щелкаешь? Это я включил выживание. А пощелкай задний привод. Смотри, включаю пониженный и повышенный. Включаю повышенный. Ну, это повышенный, пониженный. О, все, включил пониженный. Теперь я типа включаю. Ну, полно бьет. Давай. А предохранитель может сдох, не? А? А? Да? Предохранитель давайте посмотрим еще. Во всяк случай. Предохранитель, да, как вариант. Как-то оно резко раз и все, и пропало. Ну, там с хлемкой он. Просто может что-то не... Тут уже давно лежит. Да. Чего? 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 Неожиданно для меня. Что все электроникой. С электроникой. Сейчас предохранители. Хорошо в бардачке, удобно, как в Волге. Не, ну красиво. Солнце вышло. Речка. Кстати, да, смотри, какая погодка. Свежий воздух. А как шашлыки, так дождь, ветер. На оффроуд погода настраивается. Нашли кусок провода, висел где-то на раме. Сейчас подадим плюс на включение. Включи. Зажигание? Ну, это что включается. Повышено. Повышено. Есть, да? Это убитка. А ну сейчас. Плюс нашли. Так сейчас включено, да? Я думаю. Верхний, значит. Это плюс. Значит, не верхний. Есть? Да. Иди, а ну, пробуй. Горячий. Заводь пробуй. Пробуй назад, поедет или нет. Задний привод должен включиться был уже. А это что пусты? Так, вроде как подали плюс. Только потихоньку, попробуй, появился или нет, чтобы понимать. Нету. Нету. А ну, пробуйся. Пробуй. Пытаются начать крутиться карданы. Параллельно с включением задних мостов. Стала работать печка и дворники. Что-то включается. И что-то включается. Пробуй. Все огромное, конечно. Нет. Нет, не включился. Вот кардан. Он пытается Прокрутиться фланницей. Вот он, видите, пробует. Пытается включиться и так срабатывает, как муфта вроде. Там, наверное, муфты нет. Такое ощущение, что он не удовлетворяет. Не дергайся. Если. Пойдем. Пойдем. Вот. Пойдем. 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 Спасибо. А, зажать это самое? Хомут? Есть. Да. Так, подачу воздуха откуда-то взяли. Ну, бачьте, а он уже рыбок есть. Сейчас приоткрыл однородное. Отвертую. Сейчас отвертую. Сука так, чтобы все хорошо, да? Да, перебивай, перебивай. А не перебивай, давай. Давай. Давай, давай. Заводим попробуй. Не хочешь? Так, отдели шланг. Да давай, чтоб колеса начали крутиться, потом с тросом. Уже включилась. Включилась, да? Игорь говорит, починил. Да, я говорю, ты пошел. Ха-ха-ха-ха. Офигеть. А шо это? Витя, ты гонишь. Зачем тебе это сказал? О! Блин, заработал. Не, ущебий. Смотрим задний привод. Включился, должен был включиться. Рэдбул держи, чтоб не упал. Есть, стоп! Стоп! Так, задний заработал, подали воздух. Ха-ха-ха! Но лучше не глушить теперь. Что там? Надо перецеплять на то. Это проблема, нам надо что-то придумать. Понял? А чего с этим? А, не крутится это? Да. Сейчас будем мейн компрессором что-то включать блокировку. Я думаю, под капотом, наверное, как в любой нормальной машине. Да нет, где-то не может под капотом. Аккумуляторы не можем найти теперь. Давай трос попробуем перекинуть, выехать, там разберемся потом. То будет проще. Перекинуть хочешь? А сколько шоу, когда буксовали? Средняя. 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 Так, сейчас подача. На включение блокировки. А ну, двигай. Маленький. А он уже подключился. Вот этот может подойти. Маленький. Нет. Средняя. Маленький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленький. Средняя. Средняя. Маленький. Танки, да? Изоленты есть. Изоленты есть. Подача воздуха напрямую на включение. Подожди, подожди, ящики позакрывать надо. Давай, идёт, Витя, идёт. Потихоньку. Тропа порвалась. Одиннадцать лет по фроуде со мной. Ну, чуть меньше, десять. Это твой трос, да? Всё. Ну, один же лет он служил. Ну, сколько можно? Да. Хороший был трос, да? Да, друзья. Какая бы ни была машина, встрять можно на любой. Присели мы прилично, конечно. Сейчас будем пробовать за вторую сторону ещё. за колесо. Ну, тут усилие бешеное. Уже присели, подкопали, пока мост выключился. Добрый, блинём. Кто-нибудь, отзовите, добрый. Будем ещё пробовать, но... Шансов немного. Шансов немного. Вот это подвод. Левая сторона. Левая сторона не только так, на которой подчиняется. Нет, все. Поверачивает. Не сади его, Витя. На самом деле, реальный марик это этим поправим достучаться. Они сейчас подтянулись. Если у них, дай бог, есть тренебетки на машине, возможно, уже на баке. Да, на баке висим. Так, ну мы пошли за помощью. Они копают. Тут лом не потеряйте. Стропы. Все. Все идет по плану. Витя, Витя, камеру держи правильно. Снимай пока, как копает Игорь. Снимай. Подожди, если у вас счастливые лица. Фотки, зато солнце обалденное вообще. Освещение просто сказка. Так, тут еще такой квест. Выйти отсюда. Жестячок. Дорога улетает. Готово. 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 Продолжение следует...